всем большой привет прошел пролетел просто месяц апреля я хочу подвести итоги этого месяца чем я занималась и что у меня получилось на апрель я делала себе определенные планы но ворвался супер совместный проект авантюра апрель месяц стартов и мои планы поменялись но я все-таки по возможности старалась заниматься конечно этими проектами которые у меня были запланированы хочу показать вам мою ракушку очередной мэйти это бисерная работа я ей уделила несколько дней вышивается легко бисер покажу поближе как блестит и у меня вышелась практически половина ракушки вот так немножко буду поворачивать кюснапы и показывать вам блеск бисера очень красиво получилось получается еще конечно не получилось но получается я не очень довольна результатом так как есть участки где бисер очень толкается как бы я ни старалась у меня не получается его уложить аккуратно то ли здесь очень маленькие квадратики то ли что-то с бисером и бисер вроде бы чистки красивый ровный наверное не очень хорошо рассчитана печать на конве нужно было делать побольше вот эти вот квадратики для бисера чтобы бисер ложился свободно но вот так со стороны мне кажется смотрится очень даже симпатично ярко и так очень реалистично бисера используется немного 11 цветов и бисер у меня разложен вот такие вот ромашки я пользуюсь ими здесь просто приклеены номера и в конце процесса я их сыпаю в один какой-нибудь пакет или контейнер не разбирая по цветам так как я бисером в общем-то немного вышиваю и складывать мне по цветам его нет смысла просто будет оставаться для каких-то поделок без корнюшек еще чего-то все в один пакет пусть там как бы хранятся чтобы не занимали много места вот не буду на этот месяц говорить что я вот ее дошью как идет так идет потому что у меня тут уже мои планы очень сильно поменялись но буду стараться буду стараться в принципе можно будет ее дошить за месяц по чуть-чуть потому что здесь частичная зашивка не так-то и много вышивать вот так я думаю видно бисер красиво мне нравится вышивать бисером не постоянно а вот по чуть-чуть мне понравилось так и перейдем к следующему процессу мой второй проект которыми я старалась активно заниматься но насколько это возможно конечно насколько у меня получалось это месяц этот процесс я вышиваю в совместном проекте с алой белочкой мой любимый дименшинс но я такой участник очень не серьезный очень редко выкладываю свои отчеты поэтому девочки вы меня простите но я мысленно с вами вот как получается так я и значит снимаю и вышиваю всегда ваше видео смотрю это процесс на набор дименшинс под маркой sunset я его начала в прошлом году но так получилось что отложила и вот в этом году я его решила дошить вышивается здесь вот этот фон который идет как бы морские кораллы водоросли в четыре нитки но вышивается очень легко мне так нравится работать с этой вышивкой она просто летит это одно удовольствие рыбки вышиваются в есть крестиком есть немножко и полу крестика яркая вышивка посмотрите какой красивый скат вот красная рыбка тоже очень такая яркая вот эта рыбка мне очень нравится где идет немножко черного плавника золотое брюшко она такая прям светится мне кажется вот на вышивке смотришь и и не исходит свечение и все это проработано только крестом вот креветочка которая запуталась в водорослях перебирается и очень не нравится эта группа патрульная полосатых таких нарядах у них по схеме ротик вышивался такой одной линии простой ну такие несерьезные полицейские а я решила им сделать немножко улыбку пусть они будут счастливые полицейские рыбки почета они не напоминают полицейских потому что они вот так все кучкой вместе такое впечатление что патрулируют ну и здесь вышли еще тоже рыбки но на них нет бэкстича и на верхние рыбки тоже нет бэкстича покажу я на схеме где я нахожусь что мне осталось вышить мне осталось дошить вот это вот желтенькая рыбка наверху она у меня вышита осталось мне дошить еще одну рыбку рядышком и 3 рыбки верху в куче сверху будет такая маленькая черепашка это с одной стороны лист и со второй стороны лист вот такой здесь не полная зашивка вышиваются две большие такие рыбы серьезные ну и тут совсем чуть-чуть маленький фон вот большой рыбе не я уже приступила и вы понимаете что я уже где-то вот рядышком рядышком на финишной прямой принципе могла бы закончить это месяц если шла по плану но я отвлеклась меня это не напрягает меня это не тяготит мне нравится себе устраивать и вот такие праздники экстримы что-то менять несмотря на все вышивка все-таки продвигается и осталось уже чуть-чуть знаете меня даже будет с ней жалко расставаться потому что это моя такая сладкая конфетка яркие нитки быстро и легко все вышивается на одном дыхании вообще девочки рекомендую если хотите цветотерапию такую вот легкую работу обязательно ее вышиваете только берите обязательно голубую канву потому что я видела фотографии кто-то берет белую канву и есть большие участки не зашиты смотрится конечно некрасиво здесь нужно голубая канва и 14 каунт так как указано производителем иначе будет мелко и не очень хорошо вот хочу еще отметить немножко по ниточка здесь нитки заканчиваются причем заканчиваются очень так ух хорошо вот у меня уже три цвета я выбрала это нитки пнк подошли один в один я этому очень рада и вот к примеру вот этот цвет зеленый сейчас скажу какой то был у нас цвет 16 280 дмс он закончился очень очень рано даже пол работы я не отшила как он закончился он вышивается фоне пол крестом четыре нитки его было совсем мало пасом к счастью подошел цвет от пнк и я вышиваю замечательно пенка вот практически пол катушки пнк ушло представляете какая была большая недостача вот красный сейчас подключился вот еще один зеленый еще другие цвета у меня просто на ладом дышат уже вот-вот заканчиваются хотя не смотрела еще по схеме может быть их там и мало но ниточек впритык здесь конечно так что еще могу сказать бакси здесь легкий ну в общем здесь одно удовольствие эта работа всем рекомендую она мне очень нравится надо будет ей для что-то в пару люблю морские дизайны скоро лето вот такая красота мы переходим к еще одному моему процессу еще один процесс еще один сп сп который нам организовали две девочки елена кошатница и танюша вышивка от души называется этот сп сделать своими руками мы вышиваем все процессы наборы у нас идут именно по этой фирмы сделать своими руками я вышиваю волшебные часы вот такой большой дизайн но я говорила что всю вышивку я не буду делать я обрежу ее вот где-то на этом уровне и у меня получится только замок вышивая редко этот процесс не знаю как то вот мне ниточки здесь не нравится поэтому идет медленно все это время я вышивала только вот эту основу я беру петельный лист вышивал эту основу теперь я наконец-то добралась к домикам вышивая первый этаж это результат вышивки за один день не сейчас увеличу покажу вам поближе вот этим участком я занимала всего лишь один день и посмотрите как много у меня отшилось могу сказать что вышивается легко несмотря на то что идет очень часто смена нитки много здесь элементов вышивается первый этаж здесь двери и фонарики окошки все идет вот разные ниточки очень много будет бэкстича я не знаю как это будет у меня все выглядеть очень интересно но иду шаг за шагом и хорошо что я вступила в совместный проект потому что мне почему-то скучно ее вышивать как-то нет какого-то азарта что ли но благодаря совместному проекту я знаю что мне нужно ну хоть что-то вышить и показать отчет поэтому сажусь потихоньку потихоньку у меня вышивается и в принципе если ей заниматься то вышивается но как я сказала достаточно легко как всегда меня расстраивают нитки которые рвутся перетираются махрятся и все что хотите с ними происходит но я терпеливо работаю с этим процессом и результат мне нравится то что получается очень красиво я смотрела на обложке как получается там отшив наверное на скорую руку крестики кривые и как-то не очень да а вот у меня крестечки ровненькие я знаю как вышивать шерстью получается очень красиво когда ровная красиво вышивка вот всегда хочется даже рукой привести потрогать насладиться вот этим вот ощущением до крестика что буду вышивать буду работать буду вам показывать свои результаты главное что она у меня очень удобно организована на раме все хорошо натянутой поэтому хотя бы это меня радует в этом процессе но результат конечно меня радует несмотря на нитки меня радует процесс мне на меня радует результат ну а мы с вами увидимся в следующем видео желаю вам хорошего настроения ну и до новых встреч пока